всем привет сегодня я покажу как управлять из виджета у меня заодно был вопрос такой сможешь ли показать как использовать единому видишь эти есть кнопки сколько не ищу не могу найти информацию как подключить и nums кнопкам виджета чтобы при нажатии было переключение пост как локомоушен систем проблема в том что локомоушен систем это очень сложная вещь если даже взять какого-то персонажа здесь они получается у него есть родительский то есть у каждого персонажа есть родительской класс это base character если мы в него зайдем здесь просто непонятная система что как себя как говорится представляет для того чтобы этим всем управлять будет сложно но возможно так ну давайте сначала я покажу быстренько как управлять обычным персонажем да ну давайте я быстренько создам персонажа то есть я не буду его создавать просто покажу на у вас есть какие-то управления то есть да там получается допустим с заодно посмотрим input то есть есть управление move forward left ну то есть стандартный да все то есть как бы вот такие вот стандартные управления если вы хотите добавлять виджет которым будете управлять делать вот допустим на движение вперед-назад это будет немножко сложно там лучше через контроллер который я предполагаю игра создается под android если под android там есть собственный контроллер слева когда устанавливаете через кнопки это будет сложно делать потому что если кнопку выставлять она разово будет движение делать допустим если создавать какой-то event по нарезаю допустим по системе приседания и так далее да это у нас кроуч давайте включим кроуч допустим на этом персонаже выставим его 150 скорость окей сделаем flip-flop кроуч и здесь он кроуч это это простенько это не стоит так делать но я просто покажу в пример давайте и так же у персонажа включим этот персонаж у нас не загрузится и коллизия то есть если кроуч мы поставим на тру у нас коллизия уменьшится до 40 высоту то есть чтобы вот этим управлять у нас создается какой-то кастом-эвент и из виджета он вызывается давайте создадим виджет юзер-интерфейс виджет-блупринт ну допустим в г в к моушен что-то подобное да создаются какие-то клавиши через которые вы будете управлять то есть но кроме того что вот здесь стик вперед назад и так далее здесь мы выставляем клавиши которыми будем какие-то действия делать допустим устанавливать оружие устанавливать получается не знаю но приседать и так далее да все как на изображении то есть давайте включим он клик при нажатию нам надо ссылаться на персонажа мы это не будем делать уже закроем чтобы лакомоушен передать наши действия здесь очень сложно будет найти для для начала давайте возьмем каст base чаректор бипи нам нужно найти чаректор бипи здесь мы выставим get player control get player character и отсюда мы вытащим какую-то из данных управления ну допустим кроуча чтобы присесть он старт кроуч и он and кроуч это у нас завершение до либо можем вызывать вот эти функции ну давайте он станет ченджет вызовем он станет ченджет и если мы на эту клавишу нажимаем на кнопку виджете мы допустим садимся давайте протестируем так для того чтобы протестировать нам нужно создать на begin play наш виджет create виджет виджей лог давайте от ту вью в порт то есть мы показываем как так запустим да все она здесь есть все мы нажали он сил но соответственно он уже не встанет для того чтобы допустим передать какие-то действия связанные с автоматом с пистолетом но давайте найдем сначала запустим он клик тоже и на следующий то уж так же просто скопируем я пока не буду это ничего делать то есть мы получаем каст но на самом деле можно еще сделать по-другому здесь мы ректор выбираем до тип переменные ставим его чаректор опилим сохраняем и в нашем получается здесь мы вытаскиваем сет чаректор и здесь мы прописываем self то есть можно так сделать для того чтобы каждый раз каст не делать давайте чаректор поставим и из него вытащим так здесь кстати вот ладно крауч мы прям прямую видим как создавать их делать да но для того чтобы выставлять оружие здесь и будет сложно найти его но я примерно вспоминаю как как его найти я практически здесь его не вижу но если вспомнить это где-то бипи ай бипи ай это у нас вот как раз ки те действия так скорее всего сет увервой стоит наверное вот этот скорее всего да да так это у нас кнопочка пистолет будет давайте скопируем это у нас кнопочка оружие на автомат давайте проверим так покажу мышку не хочет работать скорее всего давайте через каст попробуем вызвать возможно вот это не работает так бипи ай да кстати смотрите не выбирайте не message допустим в данном случае когда вы к моушен используете не интерфейс call а вот без наименования вот это почему то здесь через этот что-то он не выходил значит это действие принципе вы можете его использовать он она будет работать но в данном случае почему-то не работают так нет это я не не ротейшн бипи ай веру и стоит вот она это у нас пистолет в одной руке здесь у нас автомат все нападают на меня да так почему два раза пришлось стыкнуть это потому что у меня мышку не захватила я не выставлял ее видите нажимаю пистолет пистолет в одной руке нажимаю автоматом автомат рукой сажусь то есть вот такая вот ситуация для обычного персонажа у нас же вот таких вот систем сложных нету у нас допустим где-то персонажи есть ну да я не знаю какой нибудь какая-нибудь анимация да допустим на приседания поднять из земли каких-то предметов давайте пусть вот будет это вот это вот этот кастом event сделаем ой они монтаж то есть мы показываем как будто бы что-то делать он будет быстренько создадим анимацию знали бы где они лежат так бы принято скорейся они как не здесь давайте мы стоим так поиска анимейшн так и какой-нибудь давайте вот здесь где-то вот прыжок какой-то до создадим на нем а не монтаж так чисто для того чтобы проверить за запишем его то есть если вот это кастом мы вызовем из нашего виджета давайте создадим еще одну кнопочку такую мелкую если мы на нее тыкнем соответственно он покажет нам анимацию прыжка все то же самое можно даже попробовать еще раз через этот как там он так он не определяет нашего персонажа в данном случае потому что это родитель из-за того что родитель он не примет перед не передачи не сделает если что если бы мы прямо на персонажа каст делали тогда бы это все было отлично так что придется через каст кастом момент который мы создали все то есть мы нажимаем на эту клавишу он выполняет эти действия так это у нас фен функшен он не может найти функция почему потому что я не сохранил все правильно то есть если мы нажимаем и он не воспроизводится анимацию сейчас опять-таки это все может зависеть из-за того что персонаж не является родительским а нет но вот воспроизводит видимо что-то с анимацией какие-то проблемы так ну вот смотрите пистолет и какие-то действия да и и вот такая вот ситуевина если что друзья пишите в комментариях что и еще интересно посмотреть а на этом все всем спасибо пока